всем привет девчонки хочу поделиться своей радостью купила себе вот такую вот машинку вот такой вот фирмы давайте я вам так ее засниму она очень компактная не маленькая и небольшая очень удобная машинка так когда у меня стоял вопрос о том какую машинку купить излазил весь интернет как говорится до магазина все посмотрел интернет-магазины я не думала что куплю машинку именно вот этой фирмы в интернете есть видео обзор по такой машинке но там то что меня интересовало не было той информации поэтому я сейчас вот хочу заснять машинку вот эту вот видео видео обзор небольшой сделать для таких же чайников как я я хочу научиться шить вот решила купить машинку и вот осваивать так сказать азы и так первое наперво что у меня было самое странное в магазине она шила на проверке хорошо вот этот вот рукав он снимается сейчас я его сниму и покажу давайте посмотрим вот рукав здесь получается сердце машинки вот смотрите видите вот эти вот зажимы вот я вот так как я чайник совсем да я вот не понимала что нужно вот это вот . вот она когда вставляется вот сюда она вот так должна щелкнуть вот так опа щелкнула а у меня она вот так болталась а свободно машинка гудела и не шила вот эти вот крючочки они у меня просто сверху вот так стояли давайте посмотрим на кольце видите вот эти вот зажимы а я не знала что нужно вот просто вот так вот брать и в пазы и и вставлять все вот они в пазы вставилися и шпулька держится на месте это вот для чайников которые вот такие вот как я чтобы если вдруг возник такая проблема чтобы были в курсе сейчас у меня закончилась нитка и мне нужно намотать на шпульку белую нитку сейчас я покажу это был еще один вопрос очень интересный второй вопрос который у меня возник это где подсветка то есть я думала что подсветка где-то вот вот здесь вот вот включается нет нет не там потом думала где-то может здесь вот включается нет тоже нет всю машинку как говорится вот задняя сторона машинки всю машинку я облазила из лазила я не нашла но смотрите девчонки включаем в резетку все я включаю резетку и оп и загорелась а у нас загорелся свет то есть получается автоматически загорается свет вот такая вот у нас хитрость теперь как намотать шпульку девчонки есть видео обзоры где показывают во всех машинках якобы одинаково вот смотрите вот у нас две вот такие вот палочки когда мы шьем и нитку ставим на первую когда мы наматываем шпульку мы на вторую ставим вот шпуличка тут есть дырочка в эту дырочку мы сейчас проденем намотаем и вставим вот сюда смотрите вот видите хоп она щелкнула теперь мы ее переключаем вот так и наматываем при помощи вот у нас педаль нажимаем на педаль и у нас наматывается на шпульку нитка опять стал вопрос как отключить иголку думала что отключается здесь как у многих машинок это двигается и отключается иголка думала может быть какой-то рычажок нет рычажка нету опять секрет опять как говорится такая вот фишечка здесь и отключается на автоматически вот смотрите вот когда мы вот сейчас мы вот получается включили иголку а вот таким вот действием и отключили иголку то есть этот вопрос опять-таки стоял передо мне нужно было срочно намотать вот сейчас я намотаю еще один такой момент смотрите, вот мы нитку тянем вот она пимпочка вот здесь есть такой крючочек вот туда мы сейчас ниточку засунем мне неудобно одной рукой вот она вот видите, вот этот крючочек сейчас я ниточку здесь зацеплю и потом мы протянем ниточку через вот этот валик и вот сюда на шпурочку итак, я ее переключаю все губа у меня отключилась вот сейчас мы с вами надавим на педальку вот она наматывается у нас вот таким вот образом губа вот она отключена, она не работает это вот, девчата, я решила вам заснять и для таких же чайников, как я, честно говоря так как я учусь ничего в машинках я не понимаю ну и буду снимать буду показывать все свои маленькие процессы так, что-то тут у меня случилось сейчас я отключу ну все, ошибку я исправила просто ниточка у меня почему-то соскочила вот таким вот образом я накручила вот я накрутила, смотрите, вот хвостик остался сейчас я возьму ножнички и отрежу этот хвостик так, теперь нам необходимо шпульку вдеть так нитка должна быть от себя вставляем и вот сюда вот не знаю, видно, не видно вот сюда она должна быть щелкнута раз, щелкнула все, рукав снимаем открываем вот здесь вот есть вот такая вот видите, вот как лапочка вставляем попробую вам поближе показать чтобы видно было вот, вставляем щелкнула хорошо теперь нам с вами необходимо заправить иголку тут свои тоже хитрости поэтому, как бы я проще вот опять-таки здесь крючочек вот здесь мы с вами заправляем потом вот сюда мы ведем ниточку вот за вот эту вот потом поднимаем и вот здесь, видите, рычажок вот такой мы вот здесь вот с вами тоже зацепляем за вот эту вот за рычажок вот этот все, мы зацепили внизу у нас идет так вот видите сейчас я вам подальше поставлю немножечко вот она иголка вот она вот здесь вот идет вот она сюда еще надо будет ниточку вставить я думала, думала, думала что же вот это вот такое а это вдеватель нитки в иголку вы знаете я еще хуже вижу вот эти все запчасти чтобы иголочку чтобы ниточку вставить чтобы потом так отпустить и она вставлялась ниточка в иголочку поэтому я иголку вставляю сама пальцами, как говорится все, наконец-то я в дело очень-очень мелкая дырочка сейчас я вот таким вот образом прокручиваю колесо и вытаскиваю ниточку вот видите она хоп и вытащили мы эту ниточку все, теперь можно нам шить закрываем проверяем, чтобы у нас вот эти вот зажимы были на местах закрываем надеваем рукав все и мы сейчас будем так, девчонки хочу сразу сказать что было в комплекте с этой машинкой чтобы вы знали масло вот в такой вот маленькой масленке идет вот такое количество масла так что масло не покупайте а то я сначала купила масло вот такую большую бутылку но я все равно думаю как бы не лишнее вот а потом когда домой приехали открыли машинку смотрю есть масленка в магазине мне этого не показали то есть тут у нас есть набор иголок вот такой вот набор спарыватель я так поняла три шпульки смотрите две шпульки у меня уже задействованы одна вот новая лежит так вот это я не знаю что наверное линейка может какая-то я не знаю но это мне еще это я так поняла ключик так вот это тоже не знаю что в общем предстоит мне все это девчонки разбираться вот тоже ключик и вот он спарыватель в спарыватель идет я считаю что спарыватель это очень-очень важно так ну вот и все шить я уже покажу вам как я шью уже в следующем видео у меня есть планы я хочу научиться шить из джинсовых из джинсового материала из старого из старых джинсов хочу себе сшить как бы сумочку вот ну в общем планов очень-очень много поэтому кому интересно кто такой же чайник как я присоединяйтесь будем вместе с вами шить спасибо за внимание с вами была Татьяна всем пока-пока сшить сшить Продолжение следует...